Совсем недавно Одесской мэрией с помпой был презентован проект «Электронный город». Предполагалось, что отныне жаловаться на ту или иную проблему горожанам станет значительно легче. И просьба, минуя обычные канцелярские препоны, отныне будет поступать в виде электронной жалобы в ту или иную инстанцию. Чиновники обещали услышать каждого. Услышать каждого чиновники теперь могут, что называется, не отходя от кассы, то есть от компьютера. Предполагалось, что граждане могут пожаловаться с помощью интернета, а коммунальные службы отреагировать на проблему с помощью самих же себя. Разумеется, одно из наиболее встречающихся – жалобы на сухие аварийные деревья, которые давно надо спилить, но которые коммунальщики почему-то упорно не спиливают. Две ветки поперек, видите, как они стоят. Они просто в любой момент могут упасть. Здесь чуть ветер подует, оно все упадет, конечно. Нужно полностью обновлять аллею, полностью срезать эти, высаживать новые. Нужно этим заниматься серьезно. Кто-то ж в городе, наверное, есть какая-то структура. На улице Гагарина у дома номер 8 даже не одно, а сразу несколько аварийных деревьев. За тополиной аллеи уже давно никто не следит, свалится и, слава богу, пилить не надо. Впрочем, остальные деревья в не лучшем состоянии. Такое ощущение, что эти несчастные буквально ветками держатся друг за друга, чтобы не упасть. Очень страшно, я все время смотрю и ужасаюсь. Я понимаю, что сейчас я еду с ребенком, я его все-таки защищаю. Но придет момент, когда ребенок будет ходить сам. И это, конечно, ужасно, очень. Жители с улицы Гагарина обращались в коммунальные службы с просьбами убрать сухостой. Кстати, обращались не только письменно, но и в электронном виде. Пока безрезультатно. Зато удивительного результата удалось достичь жителям дома по адресу Южная, 16. Их жалоба тоже была связана с сухими аварийными деревьями. В свою очередь, тоже связанными между собой. Это дедушка еще моего мужа. Да. А зачем связаны? А потому что боялся, что упадет на крышу дома или упадет на крышу того дома. То есть они связаны сейчас канатом каким-то? Да, стальным канатом или что это, я не знаю. Но вот это уже сухое вообще дерево. То есть его нужно вообще убрать. Это то же самое, но я не знаю, как его убрать, я понятия не имею. Вот так, с помощью обычного проволочного каната, рука стумельцы пытаются уберечься от возможного падения сухого абрикоса. Ведь в конце концов, ежедневно жить рядом с мертвыми деревьями, которые в любую минуту могут рухнуть, просто страшно. Страшно, конечно, потому что еще деньги надо платить. Им это КП «Горзелентрест». Туда эти люди обращались в первую очередь. Там пообещали помочь, но только за очень большие деньги. Его пора уже спилить давным-давно. Просто мы хотели спилить, но нам сказали, что это стоит очень дорого. Поэтому мы с соседями говорили по поводу спила. Думали сброситься, но сейчас просто такая ситуация. Тем более есть организации, которые должны этим заниматься. Вот тогда жители дома решили написать электронное письмо и электронно пожаловаться в мэрию. Обращение было получено и зарегистрировано еще 15 марта. Ему присвоили номер, после чего уже 16 марта определили исполнителя ЖКС, которому вместе с «Горзелентрестом» было поручено решить проблему, предварительно получив разрешение на спил от Департамента экологии. Были поставлены даже сроки проведения работ 27 марта. Но 27-го жителей на страницах электронного города с удивлением прочитали, что никаких жалоб в мэрию не поступало. И предложение – пожаловаться в мэрию, которая обязательно рассмотрит их жалобу в кратчайшие сроки. Алена Фомич, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».